Всем привет ребятки! Ура, ура, ура! Некоторые кричат, потому что сегодня у нас Ламберт Айкон 2. Давненько я не заходил в этот плейс, а если честно, то я соскучился. Мне ж тут еще гараж все-таки достроить нужно. Ну а сперва нужно прибраться. Все-таки в прошлый раз мы с вами здесь подестроили немного и прилично так мусор оставили. Поэтому я сейчас здесь прибираюсь и мы продолжим строительство моего гаража. А также мы поговорим о всеемлющей проблеме. Какое же дерево все-таки дороже в Ламберт Айконе 2? Не считая фантом дерева, потому что до него добраться без глаза, анрил. Если честно, то гараж уже готов в принципе, но вот градус подъема и спуска в мой гараж это просто какая-то кадрга. Я постоянно на нем застреваю, поэтому я хочу немного его сделать поплавнее. Углы я уже практически выбрал, будет один из этих двух. Но появляется такая маленькая проблема. Так как эти углы они поменьше, то есть заезд будет теперь в гараж плавнее, то они будут длиннейше, чем у меня сейчас. Углы в разу в два. Поэтому нам необходимо расширить территорию, чтобы их поставить. Поэтому нам необходимо приобрести кусок земли. Ой-ой-ой, я совсем забыл, что у меня бюджета-то и нету. Три тысячи на расширение у меня, к сожалению, в кармане не завалялись, поэтому придется рубить древесину и заработать немного деньжат. Но прежде чем рубить какое-то дерево и ввести его на продажу, я решил залезть на Вики Ламберт Айкон 2 и посмотреть, а какое же дерево дороже остальных и легко доступно. Ну, чтобы приехал, просто рубил и увез. Итак, первое дерево у нас это дуб. В виде планки он стоит 10 баксов, то есть обработанное дерево, а не обработанное 1,5 баксов. Вишня, не обработанная 1,3 бакса, обработанная 10,5. Вяз, стоит вообще копейки, так что его даже не рассматриваем. Береза, она у нас подороже, чем дуб и вишня. Лавовое дерево, пока что дороже всех предыдущих. 28 долларов за обработанный кусок древесины. Грецкий орех, ничего интересненького, дешевизна. Коа, дерево стоит почти как лавовое, но дешевле на 3 доллара. То есть стоимость его 25 баксов за обработанный кусок древесины. Между прочим, в игре это самое толстое дерево. И чтобы его срубить, нужно нанести 40 ударов райкири. А если вы продадите одно целое такое дерево, то вы получите с него порядком 20 тысяч долларов. Золотое дерево за одну планку такой обработанной древесины мы получим 36 долларов. Это дороже, чем лавовое дерево на 8 долларов. А вот зомби дерево дороже лавового всего на 2 доллара. Обработанный кусочек электрического дерева будет стоить нам 35 долларов. Что опять-таки дороже лавового на 7 долларов. И давайте же подведем итоги. Самое дорогое, легкодоступное дерево это Голден Вуд. А также есть вероятность, что на Хэллоуин 2017 года, примерно где-то в октябре, должно появиться дерево привидения, которое стоит 54 доллара за обработанный кусок. А вместе с ним должно и появиться зловещее дерево. За кусок обработанной такой древесины нам будут давать целых 365 долларов. Ну и так, для справки, Фантом Дерево стоит за обработанный кусок 420 баксов. Итак, как мы с вами уже ранее выяснили, самое легкодоступное дорогое дерево это Голден Вуд. Сейчас мы поедем его добывать. Но я вам скажу, что я не ищу легких путей, поэтому мы будем всяко-разно искать обходные пути, чтобы не платить 100 баксов за переезд через мост. Да, один фиг, даже если мы переедем, мы все равно будем там мучиться, чтобы добраться до этого Голден Вуд, поэтому давайте уж помучимся здесь. Здесь, по крайней мере, ближе ехать до своей территории и до обрабатывающей станции. Сперва нам необходимо срубить огромное дерево, которое позволит нам забираться на сопки. Я думаю, вот это вот нам подойдет. Отрубаем здесь лишние сучки и тащим это дерево в тот угол, где мы только что были на машине. Теперь ставим это дерево таким образом, чтобы мы могли вскарабкаться по нему на эту сопку. После того, как у нас это получилось, тарабаним в этот угол еще одну деревяху. Ну, примерно вот такой вот, как у меня. Теперь вместе с ней необходимо вскарабкаться наверх. Этот процесс может занять некоторое время, потому что это довольно сложно сделать. Теперь, когда мы взобрались вместе с нашей деревяшкой, эта деревяшка будет нашей палкой-вырубалкой, точнее выручалкой. Именно вот эта вот деревяшка будет помогать нам взбираться дальше по сопкам вверх. Небольшой совет вам. Чтобы наверняка без всяких проблем забраться на сопку, берите чуть меньше палку, чем у меня, потому что в некоторых местах мне приходилось довольно-таки туго. И теперь, когда мы будем взбираться все выше и выше, не забываем про нашу палку-выручалку. Обязательно подтягиваем ее за собой. Далее повторяем эту процедуру, пока не доберемся до пещеры, которая нас выведет к золотому дереву. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы почти и добрались. Осталось преодолеть одну возвышенность. Именно здесь мне не хватало чуть-чуть высоты моей деревяшки. Но я с этим все равно справился. Ну вот и все. Препятствие преодолено. Теперь вперед за золотым деревом. Здесь у нас помимо золотых деревьев растут также и зомби-деревья. Ну, как мы знаем с вами, они дешевле. Поэтому мы их не будем сегодня с вами рубить. Ну вот, я нарубил с собой порядка четырех деревьев. Теперь необходимо все это дело утащить к нам на базу. Я же делаю это вот таким вот образом. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас я его буду обрабатывать, а завтра уже в новом выпуске я вам покажу, сколько я денег выручил за все эти деревяшки. А также еще проведу свое личное расследование, исследование и сравню, сколько же в итоге стоит кузов лавового дерева и золотого дерева. Если вам эта информация была полезна, то с вас лайк, подписка, если вы еще не подписаны и обязательно комментарий. А я с вами прощаюсь, до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok